Девальцевые местные жители взялись за метлы и лопаты. Однако пока убирать город небезопасно. Улицы и промзоны буквально усыпаны снарядами, которые еще не разорвались. Наш специальный корреспондент Ольга Рогожина с подробностями. Вот это не разорвалось. Может разорваться в любой момент. Это мухи. Письменники. Один в 75 метров сжигает площади. Четыре сжигают в 500 метров. Территория железнодорожного управления в Девальцево сейчас больше напоминает минное поле. Передвигаться здесь можно только по уже прохоженным тропам саперов. Это БК Урагана. Рядом боекомплект. Которая может сработать в любую минуту. Что это такое? Кассетное поражение на расстоянии полкилометра. Это кассетные снаряды, которые запрещены Конвенцией ООН. Потому что поражают жилую противника на очень большом расстоянии. Василий приехал воевать за армию ДНР в мае прошлого года. Они с женой чудом смогли спастись из горевшего дворца профсоюзов. А я сюда пришел за мирных воевателей. Я же из Одессы, а не из Донецка. И вот ответьте мне на вопрос, каким образом я здесь, Одессит, воюю за Донецкой. Только таким. Потому что мне жаль всю Русь. За территорией предприятия картина почти та же. Отработавшие снаряды торчат вдоль дороги и рядом с домами. Какой арсенал еще предстоит обнаружить и обезвредить, не знает никто. Неразорванные патроны были. Попадали даже в костер. Вот, ну, полили. Потом уже более аккуратно стали работать. Вот. И находили там, ну, эти самые подсвольные, ну, с подсвольников гранаты. Ну, всякая Ф-1 вот тут вот под забором нашли. Предназначено для уничтожения живой силой. А живой силы здесь нет. Здесь мирное население. То есть это сугубо было предназначено для уничтожения мирного населения. Уничтожать мирное население украинские военные, видимо, планировали и после отступления. Даже спустя две недели после перемирия саперы ДНР продолжают находить вот такие вот, мягко говоря, подарки от украинской армии. Это фугасные снаряды. Из опалы к ним весь этот арсенал хранился в однокомнатной квартире. До сих пор ящики еще все не открыты, потому что в них могут быть растяжки. Сергей и Светлана Зубковы эвакуировались из Дебальцево в начале февраля. Вернувшись в город после официального перемирия, попасть в квартиру смогли с трудом. Вот отсюда примерно оно начиналось. И практически там, где молодой человек стоит, где у нас солдат стоит, военный, вот отсюда практически все было забито. Но это был не просто склад боеприпасов. Снаряды в жилом доме оставили специально. Это просто было заминировано специально для того, чтобы при любом попадании любого взрывчатого предмета, вот, все это влетело на воздух. Вот здесь, откровенно говоря, велся минометный артиллерийский обстрел. Этого арсенала вполне достаточно, чтобы уничтожить половину района, десятки домов и местных жителей. Но эту бомбу замедленного действия удалось обезвредить вовремя. Ольга Рогожина и Павел Чуприна. LifeNews. Дебальцево. Продолжение следует...